МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Будет вкусно» и я, ее ведущая, Ирина Губарева. Мы сегодня находимся в замечательном месте в бизнес-отеле «Элемент» в ресторане «Сизанс». Сегодня у меня в гостях олимпийская чемпионка, курянка Евгения Ламанова. Мы будем говорить о еде и не только. Здравствуйте, Женя! Здравствуйте, Ирина! Спасибо, что пришли к нам на программу. И мой традиционный вопрос к вам как к гостю. Что мы сегодня будем готовить? Паста и морепродукты. Какие морепродукты вы предпочитаете? Ведь их же много. Да, конечно, их много, но самые-таки доступные в наших магазинах, те, которые сейчас находятся у нас на столе, это амидии, креветки, кальмары. То, что любят мои дети, они, к большому моему удивлению, всего своего возраста, 5-9 лет, они очень любят морепродукты. И с большим удовольствием мы вместе готовим с ними дома. Жень, ну давайте с чего начнем? Давайте начнем все-таки с соуса. Я вас попрошу помочь мне. Так, с удовольствием. Чеснок. С удовольствием. Так, мы возьмем вот такую штучку. Смотрите, какая красивая здесь посуда, какие красивые, интересные такие приборчики у нас здесь нам подали. Очень хорошая плитка нам предоставили, она быстро нагрела нашу сковородку. Но я, наверное, начну с морепродуктов, потому что это все-таки одна из составляющих нашего соуса. Так, а что с помидорами мы делаем? Вот у нас еще два помидора. Желательно снять с них шкурку. Для этого нужно, конечно же, их буквально на несколько секунд бросить в спящую воду. Мы сделаем так, вот она сейчас закипит, я сразу вытащу. Так, у нас здесь еще вот рукола, я так понимаю, что это для украшения. Да, лимон, чтобы полить морепродукты, потому что, ну, и мидии любят, и креветки, и кальмары любят все это. Вы знаете, буквально недавно, ну, весной я была в Италии, в Вероне, там проходило перенство Европы. И, конечно же, было большое желание итальянскую пасту попробовать, причем разного вида, бланезе, карбонара. Я уверена, что наши рестораны не уступают итальянским, ну, и вообще, может быть, европейским. Наши рестораны не просто не уступают. Если зритель придет сюда, в бизнес-отель «Элемент», в ресторан «Сизанс», и он почувствует, как замечательно готовят местные повара. Так, мы продолжаем. А можно задать вам вопрос, не относящийся к кулинарии? Конечно. Вот я прочла, что вы стали заниматься фехтованием в 9 лет только, а до этого интересовались конным спортом. Вот не жалеете, например, что все-таки это не кони, а рапира? Конечно, не жалею. Во-первых, конечно, конный спорт очень сложно дается. Думаете, что Елены Петушковой из вас бы не получилось, да? Нет, ну, там очень сложно. Нужно сначала научиться ухаживать за лошадьми, убирать за ними. Вот, потом только через какое-то время тебя допускают до лошадей и учат первым осан. А в Курчатове в тот момент было что-то, что можно было? Это не в городе Курчатове, нужно было ездить в район поселка Карла Липникова, да. И мы туда ездили вместе с подругой, занимались конным спортом. Ну, я еще до этого художественной гимнастикой занималась и различными кружками интересовалась. Искала сама. Родители не помогали. Так, помидор мы нарезаем кубиками. И куда кладем? Прямо в чеснок? Я чеснок все-таки достану, но я дома, в принципе, его оставляю, потому что он мне не мешает. Я чеснок люблю во всех его проявлениях. Но как посоветовал повар здешнего ресторана, шеф-повар Пассе, сказал, что лучше чеснок достать. Давайте бросим пасту. Я все-таки, с вашего разрешения, немножко подсолю. Чуть-чуть, буквально. Ну да, тут тоже немножечко спорный у нас вопрос. Солить, не солить воду. Кто любит посолонее, можно посолить. Кто любит не очень соленое, можно сделать соус соленый, а пасту совсем не солить. Нет, все-таки я добавляю оливковое масло в основном для того, чтобы макароны не слипались. На всякий случай я добавлю, потому что я уверена, что у нас, конечно, макароны хорошего качества. Сейчас уже не только итальянские. Наши макароны могут быть хорошего качества, поэтому сейчас в магазине выбор огромный. Да, можно, наверное, да. Ну, на две порции сколько сделаем, чтобы нам не переесть. Так, пастой морепродукты невозможно переесть. Они легко, спаиваем, быстро. Так что мы сможем проголодаться заново. Так, вот мы положили помидоры наши уже. Начинаем делать соус, да? А какое ваше самое любимое блюдо? Вот если бы, ну, все брать, все, что вы ели где-то за границей, дома, когда мама готовила в детстве. Вот что вы любите? Меня мама с детства приучила к первым блюдам. И обязательно в рационе, да. Суп, борщ, борщ, конечно же. И когда я приезжала, особенно из Азии, из Китая, из Японии, я просто уже с голодными глазами уходила в кухню. Суп, суп. Тогда меня ждал. Борщ, обязательно борщ. Почему-то вот именно с детства мое любимое блюдо – это борщ. Украинский. Сособление. С компушками желательно. И чесночком. Так, нам для соуса что понадобится еще, Женя? Прямо вот и чеснока, помидоров. Вот я вижу, что-то еще у вас там стоит. Это что такое? Это сливки и специальный коктейль для соуса. Хотите угадаю? Биско. Биско, совершенно верно. Я знала ваш талант. Биско. В давлении, да. Который как раз-таки очень хорошо подойдет для морепродуктов. Потому что в нем тоже есть морепродукты. Ну, креветки, да, с уставки. Креветки, овощи, растительное масло. Я думаю, теперь мы можем спокойно класть морепродукты. Начну я с кальмаров, надеюсь, которые хорошо я прорезала. Вот у нас такие красивые две есть итальянские тарелки. Очень красивая посуда. Красивая посуда. Безумно красивый бизнес-отель-элемент. Вот скажите, вы здесь бывали? Да, бывала, конечно. Конечно, у нас и соревнования проходили. Здесь и перенство, и всероссийские соревнования. Когда наши друзья приезжают, конечно, мы советуем именно этот отель. Потому что новое, интересное достаточно. Новый, необычный дизайн. Очень красивый. Да, ну и, конечно, кухня здесь великолепная, повар очень хороший, который нам сегодня много советов дал с Евгением. Вот мы, следуя советам шеф-повара Хосе, готовим пасту с морепродуктами. Так, что мне еще нужно делать? Давайте пока мы добавим мидии, наверное, все-таки и соус. Для мидии, наверное, я не буду пока тревожить. Они такие красивые, честно, я бы даже так их оставила. Давайте просто их положим потом сверху. Ну, если бы мои дети были бы здесь, тарелка была бы уже пустая. Они бы точно не выдержали, да. Они очень любят мидии. А давайте их просто лимоном на тарелке польем и потом положим и ставим к украшению. Нет, 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 мы потом сейчас все-таки добавим. Давайте, мы уже приступим. Добавим сливок для соуса желательно. Сливки какие должны быть проценты? Ну, такой хороший, вернуть, 33 процента, да. Красивый цвет получается соуса. Да, отлично. Обязательно добавим соус биспо. Пока немножко. Жень, скажите, пожалуйста, ваши предпочтения вкусовые, кулинарные, изменились за вот 10 лет после того, как вы выиграли медаль на Олимпийских играх? Вот вы потом уже все не так занимались, может быть, уже, хотя вы стали потом чемпионкой мира, да. Но вот сейчас вы директор спортивной школы, вы тренер. Вы по-другому питаетесь? Или все-таки то, что заложили в вас тогда, и тренер, и вот эта дисциплина какая-то, вот она сейчас все-таки вами тоже движет? Или нет? Больше, наверное, дисциплина у меня закладывала и те жизненные обстоятельства, в которых я росла. То есть это сбор, то питание, которое нам предоставляли. Когда-то было это ужасно, действительно, и когда мы пытались просто в магазинах что-то где-то купить, и, ну, чтобы не оставаться голодными. Бывали разные условия, разные ситуации. Сейчас, конечно же, все это изменилось, и достаточно на высоком уровне проходят, как все российские сборы, международные сборы наших спортсменов, и все делается для того, чтобы они достигали высоких результатов. Но питание, конечно, это немаловажно. И я желаю вообще и нашим юным спортсменам, и всем обязательно обращать внимание. Во-первых, конечно же, это сейчас хороший доступ тех вредных продуктов, которые они могут самостоятельно приобрести. И мы, когда проводим свои сборы, мы на это тоже обращаем внимание. И сама я за собой пытаюсь следить. Может быть, я тоже строгая мама, многое не разрешаю своим детям. И дети могут, не ходят ваше? Ну, иногда бывает, по праздникам мы ходим один раз полгода. А бывают у вас такие застолья? Опять же, все равно мы там и покупаем креветки в кляре, но больше, да, никакой другой. У вас будет такое домо-застолье, допустим, где вы делаете там котлеты, голубцы? Конечно, обязательно. Ну, это, во-первых, новогодний семейный праздник обязательно. Салатик оливье, под шубой. Понятно. То есть традиции соблюдаете и в этом смысле? Обязательно, обязательно, без этого никак. А больше любите застолье дома или ресторан, вот если говорить о, ну, каком-то событии? Я люблю чередовать. Конечно же, дома это всегда спокойнее, это уютнее и это приятнее. Но, с другой стороны, у нас есть достаточно хорошее количество ресторанов, которые можно очень вкусно покупать. В частности, ресторан Сезонс, в котором мы находимся. Совершенно верно. В бизнес-отеле «Элемент» мы сейчас здесь, и здесь прекрасный повар Хассе, и он нам сегодня помогал готовить. Сегодня я с Евгением Макиной готовлю. И маленький поваренок Евгения, да. Мы готовим сегодня пасту с морепродуктами. Учитесь готовить у Евгении. И приходите отведать прекрасные блюда в ресторан Сезонс. Мы сейчас добавим еще раз масло сливочное и пармезаном. Итальянские специи, орегано добавили, чтобы они раскрылись. Я очень люблю специи. Все, мы положили уже пасту в соус. И буквально через несколько секунд у нас будет замечательное, просто удивительное, уникальное, нигде еще ни кем не сделанное, первый раз сделанное нами с Женей блюдо-паста с морепродуктами. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Вот сегодня прям хочется, так сказать, зрителям. Делайте вместе с нами. Сами сейчас сделайте, как мы можем добавить мидии, наши красавицы мидии. Ой, Женя, вот так нежно прямо их платьевать. У меня очень хрупкие, зато очень вкусные. Самый ответственный момент остался у меня. Ну, шикарно. Все так не спеша надо положить. Вокруг надо украсить креветками, медьями. Сверху руккола и помидорами черри будут. Украшать блюдо, кстати, это тоже целое искусство. Поэтому здесь, как говорится, кто во что гораст. Вот, рукколу положим посрединочке. Вот так. Вот смотрите, как красиво получилось. Вау, как здорово. Ну вот, дорогие зрители, у нас получились такие шикарные блюда. Кушать подано. Можете приходить, отведать здесь различные блюда. Ну, а мы сегодня с Евгением Ламановым, мы с моим гостей, олимпийской чемпионкой Олимпиады в Пекине 2008 года. Женя, с летом прошло 10 лет, а кому-то это было только вчера. А Евгения по-прежнему прекрасно готовит. И сегодня спасибо вам огромное за это блюдо. На самом деле здорово все у нас получилось. Блюдо, да, пармезанное. Пармезан еще сверху, еще лимончиком можно полить. В общем, кто во что гораст, у кого дома, что есть интересного, красивого. Ой, так здорово здесь получилось. Ну, смотрите, помидорчик прямо с этим хвостиком. Ну, и все, мы прощаемся с вами. До новых встреч в прекрасном бизнес-отеле, в прекрасном ресторане Сизонс. Спасибо, Женя. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Я желаю всем, несмотря на осеннюю погоду, на ненастную погоду, не грустить, чтобы было больше солнца в вашей душе. Любите и будьте любимы. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»